Дорожные развязки В Рязани состоялось подписание договора о сотрудничестве в сфере внедрения телемедицинских технологий На стадионе в Агротехнологическом университете прошел фестиваль, посвященный сбору урожая В субботу в Рязанском районе после реконструкции торжественно открыли авторазвязку в районе села Шумаш Реконструкция развязки на автодороге Спас-Клепики-Рязань велась с августа 2014 года Как отметили участники мероприятия, строителям не только удалось уложиться в отведенные сроки Но и сделать объект одним из самых современных на сегодняшний день Модернизация развязки позволит существенно облегчить следование по оживленной магистрали Создав условия для безопасного движения Глеб Галушкин побывал на месте событий Около года продолжались строительные работы на автодороге Спас-Клепики-Рязань возле поселка Шумаш После реконструкции, благодаря построенной развязке, автомобильный транспорт сможет двигаться Как к близлежащим от областного центра селам, Заокскому и Коростову Так же и к населенным пунктам, расположенным вдоль трассы вплоть до Спаска-Рязанского Работы по строительству развязки проводились в рамках региональной госпрограммы Развития внутреннего и въездного туризма на 2014-2018 годы Стоимость реконструкции объекта в районе Шумаши, по словам чиновников областного правительства Составила более 180 миллионов рублей Подрядчик же сообщил, что в общей сложности отремонтировано около 4,5 километров дороги Было реконструировано два существующих съезда Построено новых семь съездов Проложено 2,5 километра тротуарно-пешеходный зон с обустройством Установлено более 8 километров барьерного ограждения А также освещено 5,5 километров трассы Поблагодарил строителей с успешным окончанием работ Зампредседатель регионального правительства Шулкат Ахметов Он отметил, что реконструированная развязка обеспечит безаварийное движение транспорта на этом участке трассы Возрастающее количество транспортных средств с левым поворотом Вызвало необходимость реконструкции именно этого участка, пути провода Плюс поворот на Спаск сделали безопасное движение Ну и естественный выезд со Спасского региона, со Спасской стороны в сторону Рязани Исключили все предпосылки для того, чтобы совершались ДТП Я надеюсь, что мы будем вести анализ, поставим видеокамеры Как будет вести себя транспортный поток В случае необходимости принятия каких-то мер, установки дополнительных знаков Мы будем принимать меры Также чиновник сообщил, что согласно региональной госпрограмме В этом году планируется отремонтировать 80 километров дорог И проложить около 20 километров новых дорог Ахметов пообещал, что уже вскоре дорожники приступят к капитальному ремонту покрытия на участке от Шумыши до Варских И завершат его предположительно в течение сентября В продолжении темы После капитального ремонта была введена в эксплуатацию дорога на улице Комбайновой Стоит отметить, что жители Московского района много лет ждали этого события Ремонт дорог в областном центре продолжается Причем работы по починке дорожники ведут не только на центральных улицах, но и на второстепенных Так в Московском районе после капремонта открыли автомобильное и пешеходное движение по улице Комбайновой Всего отремонтировали более 500 метров дороги Данная дорога позволит более качественному проживанию граждан Здесь находятся рядом объекты социальной сферы, это детские сад, 128-й магазины Поэтому гражданам по повышению качества их проживания оно будет только улучшено Надо сказать, что улицу Комбайновую отремонтировали по плану общеградской программы Которая принята чиновниками муниципалитета еще весной этого года Открывали обновленную улицу и местные жители Они отметили, что теперь им будет удобно подъезжать к близлежащей школе, детскому садику и больнице 4 сентября в Рязани состоялось подписание договора о сотрудничестве в сфере внедрения телемедицинских технологий Договор был заключен между областным клиническим кардиодиспансером и российским кардиологическим научно-производственным комплексом Документ предусматривает развитие дистанционной консультативной помощи, а также проведение совместных научно-практических мероприятий Способствующих обмену опытом в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний На встрече обсуждались вопросы взаимодействия региона с ведущим медицинским учреждением страны В котором оказывают все виды кардиологической помощи В частности, речь шла о внедрении телемедицинских технологий для своевременной диагностики, лечения и профилактики заболеваний В Рязанском областном кардиодиспансере в тестовом режиме уже проведены телеконсультации с ведущими московскими специалистами Это позволило увеличить количество пациентов, получивших специализированную и высокотехнологичную помощь в федеральном центре Конечно, это в первую очередь с коллегами в более высоком уровне посоветоваться, поговорить и делать Второе, что здесь, это то, что медицина сегодня, ее возможности, она очень меняется И новые методы диагностики не во всех наших учреждениях В свою очередь Евгений Чазов пояснил, почему именно Рязанская область была выбрана для старта такой работы Который в ближайшие месяцы начнется и с другими регионами страны Здесь подготовлена уже определенная, ну как сказать, возможность развить вот эту новую телемедицину Потому что сочетание врачей хорошего уровня и возможности применять те или иные методы лечения и диагностики За полгода консультации и лечения ведущих московских кардиоспециалистов получили 96 жителей Рязанской области До выборов в Рязанскую областную думу осталось чуть меньше недели Сегодня в преддверии дня Х в областной избирательной комиссии состоялся брифинг На котором подвели итоги завершающейся предвыборной кампании 2015 Основной темой беседы стало рассмотрение жалоб, поступивших в региональные обл. избирком в ходе кампании по выборам депутатов Рязанской областной думы Заместитель председателя избирательной комиссии Владимир Грачев сообщил, что число обращений пока незначительно Хотя по некоторым жалобам уже вынесены решения Более 95% от всех поступающих заявлений и обращений Это касается нарушения избирательного законодательства в части предвыборной агитации Особенно это усилилось после того, как средства массовой информации в соответствии с законом Имеют право участвовать и в предвыборной агитационной деятельности Вы это помните Из данных обращений наиболее часто встречающие нарушения По изготовлению и распространению незаконных агитационных материалов А также подложных агитационных материалов В части газет, двойников, которые имели место распространению от середины августа Владимир Грачев также сообщил, что из полученных 64 жалоб и обращений В 19 случаях представленные факты нашли подтверждение Материалы проведенных проверок работники обл. избиркома направили в соответствующие органы 5 сентября в Рязани на стадионе Агротехнологического университета прошел фестиваль В спажинке праздник урожая Праздник, посвященный окончанию сбора зерновых на Руси проводили традиционно Рязанские аграрии решили от традиции не отступать Тем более, что повод широко отпраздновать есть Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин Несмотря на то, что впереди селян ждет сбор кукурузы Уже понятно, что урожай этого года стал рекордным за последние 5 лет Традиционный осенний праздник окончания уборочной кампании прошел весьма масштабно Областной фестиваль спажинки праздник урожая прошел на стадионе Рязанского агротехнологического университета Здесь собрались фермеры со всех районов региона Они показали жителям областного центра продукты, выращенные в этом году И даже дали их попробовать По подсчетам специалистов областного Минсельхоза Этот год для хлеборобов выдался весьма успешным Уже сейчас намолочено более полутора миллионов тонн зерна И между тем уборка еще продолжается Мы развиваемся по свиноводству за последние 5 лет Примерно в полтора раза мы увеличили производство свинины Именно из инвестиционных проектов, которые развиваются последние 5 лет в нашей области Очень динамично развивается и перерабатывающая промышленность И это очень важно, особенно в рамках импортозамещения То есть больше продукции, больше переработки И основная цель, наверное, показать еще и студентам и школьникам То, что сельхозотрасль существует, что это популярно И там сейчас можно работать и зарабатывать неплохие деньги Даже побольше, чем в городе На фестивале, помимо продукции растениеводства, также организовали выставку животных и птиц Но, пожалуй, наиболее красочным моментом всего фестиваля с пожинки получился конкурс на лучший каравай Пекари из районов Рязанской области потрудились на славу На всеобщее обозрение пришедших горожан они испекли разнообразные по форме хлеба И несмотря на настойчивое желание организаторов конкурса, победителя определить так и не удалось Кстати, самый большой интерес вызвал у зрителей праздник здоровенный самовар, специально привезенный из Касимова Ну а далее, после чаепития, уже на сцене фермеров, комбайнеров и трактористов наградились за успешный труд На благо жителей Рязанщины Вручал заслуженные знаки отличия первый зампредседателя регионального правительства Сергей Самохин Мне приятно сегодня сказать о том, что Рязань, Рязанский регион перешагнул полтора миллиона тонн зерновых Это хороший результат, который мы получили в этом году Благодаря естественным и погодным условиям, и безусловно самоотверженному труду людей, которые трудятся на земле Завершился фестиваль с пожинки выступлением творческих коллективов сельских домов культуры 5 сентября в Спасском районе впервые прошел региональный историко-патриотический праздник Старая Рязань Проходил он под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, правительства Рязанской области и регионального министерства культуры и туризма Ирина Ковалева расскажет о том, что происходило на исторической рязанской земле и станет ли праздник традиционным Театрализованный праздник Битва на Вожжи, фестиваль секреты средневековых кузнецов Теперь список событий, посвященных истории нашего края, пополнился еще одним историко-патриотическим праздником, который получил название Старая Рязань В субботу 5 сентября он впервые прошел на древнем городище, хотя идея его создания витала в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике уже давно Его сотрудникам хотелось как можно больше рассказать об одном из главных археологических памятников Рязанской области Именно здесь, на этой земле, в 1237 году, произошла Великая битва Хан Батый напал на столицу Рязанского княжества и буквально стер ее с лица земли Этому событию посвящен один из величайших памятников древнерусской литературы — повесть о разорении Рязани Батый Так как 2015 год был объявлен годом литературы, то первый праздник решили посвятить именно этой повести Здесь можно было увидеть реконструкцию этого древнего текста, побывать в гостях у средневекового летописца, узнать о технологии создания книг в древности и даже самому сделать небольшую книжку на память Особой популярностью у ребят пользовались интерактивные площадки «Примерь доспех» и «Воспитание воина» Воспитание воина на Руси уделялось большое значение, потому что воины были не только сильно выносивы, но они еще были сильны духом прежде всего Поэтому мы отдаем дань нашим предкам именно вот на этом месте, где сражались не только с неприятелем воины, но и все граждане, которые жили на этой территории Кульминацией праздника стал спектакль «Тризна», поставленный Скопинским молодежным театром «Предел» по повести о разорении Рязани Баты Работа над постановкой шла на протяжении всего лета Режиссеры, актеры даже приезжали на городище, чтобы прочувствовать скорбную атмосферу этого места и настроиться на сложную работу Есть текст, и мы договорились о том, что главный герой спектакля – это летопись, текст, но возникает противоречие, потому что это спектакль, и он должен быть визуально красив, в нем должно происходить какое-то действие, необходима динамика И мы постарались в этом зрелище сейчас соединить видео, танец, текст, и все это ни в коем случае не должно напоминать реконструкцию На празднике «Старая Рязани» этот спектакль игрался в первый и, скорее всего, в последний раз Это своеобразная дань памяти, которую режиссер и актеры, а вместе с ними и все зрители отдали этой земле Организаторы заверили нас, что праздник станет ежегодным Какова будет тема праздника в 2016 году, пока неизвестно, но наверняка нас вновь будет ждать увлекательное путешествие в прошлое Этим сюжетом мы завершаем наш выпуск Программа «Время говорить» прощается со зрителями до завтра Смотрите нас на «Рязанских кабельных» Всего доброго! Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии В том числе предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова